Библейский портал экзегет.ру представляет Продолжаем в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, разговор о Евангелии от Луки. И поговорим сейчас о восьмой главе. Восьмая глава Евангелия начинается двумя притчами, первая из которых – притча о сеятеле. Господь рассказывает ее не только ученикам, но и многим другим людям, окружающим его, слушающим его проповедь. И надо сказать, что притчи вообще как таковые – довольно распространенный во время Христа жанр поучения. Многие фарисеи и книжники прибегают к этой литературной форме. Многие их притчи сохранились, хотя, по совести сказать, до притч Иисуса, как правило, им далеко по содержательности и, так сказать, остроте рассказа. Притча, конечно, удивительная вещь, которая хорошо запоминается и позволяет довольно многое объяснить, что было бы невозможно объяснить напрямую. И вот Господь говорит своим ученикам и всем окружающим, и всем тем, кто недоволен тем, что Иисус общается с какими-то обыкновенными людьми, вполне живущими какой-то простой достаточно жизнью, не избирают специально там увлеченных энтузиастов или каких-то религиозных радикалов, а обращаются, собственно, к самым обыкновенным людям. Да, это, правда, вызывало недоумение и нарекания у фарисеев, по крайней мере, да. И так Иисус говорит с притчу о Боге и говорит о том, что Бог свое слово сеет в этом мире, сеет среди людей в наших умах и сердцах, как зерна, как посев. Но при этом, понимаете, Он предлагает совершенно шокирующий образ посева. Это ведь сельскохозяйственная культура, и практически каждый человек знает, как это делается, по крайней мере, в этой культуре, и понимает, что никто не будет сеять на дороге, никто не будет сеять на каменистой земле, потому что она каменистая, и там ничего не вырастет. И тем не менее Иисус предлагает нам увидеть Бога, как сеятеля, который сеет решительно везде, решительно где попало, по-настоящему широким жестом. Вышел сеятель сеять семя, и потом Он объясняет ученикам, говоря, что семя в данном случае – это, конечно, вот слово Божье. И Он предлагает нам увидеть Бога, Который обращается к нам. Не потому, что мы специально пригодны или особенно хороши для этого диалога, а по какой-то совершенно другой причине, потому что таково его сердце. Повторяю еще раз, ни один нормальный крестьянин не станет сеять семена на дороге, потому что это бессмысленно. И через какое-то время ученики потом спрашивают Его, ну а что, собственно, почему так Бог делает? И Иисус говорит о том, что, да, существуют разные препятствия, плевелы, сорняки, камни, которые засоряют почву человеческого сердца, но все-таки возможность откликнуться должна быть предоставлена каждому человеку. Это слово должно быть предъявлено каждому человеку. Не предопределяет Бог заранее, как ты откликнешься и какой плод принесешь. В сто раз или в шестьдесят или в тридцать. Не ради этого, в конце концов, все это делается. Но возможность откликнуться. Надо, чтобы тебе была предоставлена. И таким образом получается, что выбор за нами. И до какой-то степени ответственность за то, как мы отвечаем на призыв Бога, тоже за нами. Это серьезная очень вещь, совершенно меняющая на самом деле стереотипные наши представления о том, каковы взаимоотношения Бога и людей. Потому что, знаете, ведь в большинстве случаев религиозная картина мира предполагает, что Бог пребывает где-то далеко-далеко на небесах за звездами, а мы довольно тщетно пытаемся подпрыгнуть над землей, чтобы вырваться из земного притяжения и к нему туда добраться. И это совершенно безнадежная картина, потому что это невозможно. Но Евангелие, в частности, в этой притче о сеятеле предлагает нам увидеть мир вообще по-другому, предлагает увидеть нас скованных, запертых здесь, и Бога, который с неба протягивает свою руку для того, чтобы достичь нас, для того, чтобы у нас была возможность на его призыв откликнуться. это совершенно удивительная вещь. И дальше еще одна притча, которую, по крайней мере, евангелист Лука помещает в этот контекст, это притча о зажженной свече, где, собственно, речь идет о том, что слово, которое приносит в этот мир Господь Иисус, это не какие-то загадки, трудности, сложности и прочие чудеса глубокомыслия. Он говорит, нет, эта свеча дается, чтобы она светила всем, и нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ну, тоже, в общем, надо сказать, что в религиозных системах, в религиозных картинах мира ведь очень часто люди делают вид, что существует некоторое тайное, сокровенное знание, которое доступно исключительно каким-то посвященным жрецам, которые знают правильные заклинания или ученым-теологам, которые защитили, соответственно, свое право на это звание и так далее, или просто мистикам. Короче говоря, повторяю, религиозные картины мира все-таки очень часто предлагают своим адептам некоторое тайное зерно, достичь которого ты можешь, только проделав какие-то определенные телодвижения, и лишь достигнув этого тайного знания, этого мистического какого-то опыта, ты можешь надеяться каким-то образом встретить Бога. Но Иисус, как мы только что увидели в притче о сеятеле, предлагает совершенно другую картину Бога, который приходит к нам, за нами, в нашу жизнь. И поэтому он говорит, нет, ничего тайного не существует. Бог приходит, чтобы мы узнали его. Бог дает нам свет своей правды для того, чтобы мы этот свет увидели, для того, чтобы мы могли откликнуться. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И в его время таких тайных, мистических, разнообразных учений, которые одни предлагали дышать через разные для этого непредназначенные места, другие – совершать какие-то пляски с бубнами, третьи – употреблять в пищу какие-то мухоморные настойки или читать какие-то тексты, больше напоминающие Абракадабру. Этих путей было великое множество. И все они говорили, весь мир – это кажимость, вся твоя жизнь и твоя ответственность – это вздор, по-настоящему иди за нами, и слушаясь и нас, мы знаем, как надо. И Иисус говорит своим ученикам, нет, ничего тайного я в этот мир не приношу. Никакого мистического секрета нет. Есть вот человеческая жизнь и Бог, который в нее приходит. Приходит для того, чтобы наполнить эту жизнь собою. И дальше евангелист рассказывает о том, что по некоторым обстоятельствам происшествий, которые вокруг были, ученики и Господь вынуждены были, нужны им, было переправиться через Галилейское озеро. Да. Ну и как это нередко бывает, случилась буря, и буря опасная. При этом удивительно, что Иисус дремлет где-то на этой самой лодке. И вот ученики разбудили его и сказали, мы погибаем. Страшная опасность. Удивительным образом Христос встает, говорит, морю и ветру хватит, умолкни, не перестань. И все, и ветер прекратился, буря прекратилась. И, собственно, вся история рассказывается потому, что в этот момент уже ученики в явном виде задаются вопросом, а кто же все-таки это такой? Вопрос, который, может быть, еще не настолько открыт, но все-таки и в шестой, особенно в седьмой главе подразумевается, он возникает в той или иной форме у разных людей, и у Иоанна Крестителей, и у фарисеев, и тех, кто слушает проповедь Христа, кто же это такой? Кто это, что и волны, и ветер, и вода повинуются ему? Да, для евангельского свидетельства об Иисусе это фундаментальная вещь, потому что, собственно говоря, вся эта книга и направлена на то, чтобы читатель задал себе вопрос, кто для меня вот этот человек. Ну и, кроме того, еще Лука помещает здесь же две замечательные истории. Во-первых, исцеление некоторого бесноватого язычника. Дело было на восточной стороне Галилейского моря, там, где в основном жили язычники, и, помимо прочего, они там разводили свиней. И вот Иисус встретил бесноватого, причем мы бы сейчас сказали совсем бесноватого, то есть, такого человека, который абсолютно неадекватен. и увидев его, Господь говорит бесам, которые одолевают этого человека, выйдите вон. и вот это тоже чрезвычайно такая показательная, показательная картина, потому что, посмотрите, вот есть страдающий, этот бесноватый, который совершенно не в себе, и человеческой жизни у него не осталось ни на грош, и Иисус, который не согласен с этим мириться, бесы, судьба которых вообще в данном случае никого не интересует. Они что-то там такое нелепое про свиней говорят, а можно мы в свиней пойдем, и Господь, не отворачиваясь от бывшего бесноватого, от этого человека говорит, идите, и куда-то они идут, в бездну, падает стадо и гибнет, и вообще говоря, оно здесь совершенно никакой роли не играет. потому что важен для Иисуса вот этот человек, которого он в данный момент спас. И тоже очень важна для этой истории реакция, потому что этот человек говорит, человек, который, обратите внимание, скорее всего, язычник, и мало что может понимать о Мессии Израиля, а может быть, и вовсе ничего не понимает, но встретившись с Иисусом, который его исцелил, он говорит, Господи, можно я пойду за тобой? Можно я пойду за тобой? Он что-то пережил в этой встрече, настолько вернувший его к жизни, что он уже не согласен без этого обходиться, говорит, можно я пойду за тобой? Есть некие социальные причины, вероятно, почему Господь говорит ему, нет, ты иди в дом твой и рассказывай, что сотворил тебе Бог. Ну вот, ну и, конечно, очень поучительна реакция жителей этой самой годары на происшедшее, потому что им-то как раз этот бывший бесноватый, его исцеление и то, что он снова стал человеком, совершенно неинтересно, а вот экономический ущерб, который они понесли из-за этого пропавшего стада свиней, неинтересен, и поэтому они говорят Иисусу, знаешь, уходи от нас, уходи. Вот, это, конечно, модельный пример того, как и что мы выбираем, встречаясь с Иисусом, вот как этот бывший бесноватый или как эти жители годары, которым гораздо удобнее было бы без него обойтись. И заканчивается это глава еще одной, вернее, двумя историями исцелений, но они в самых ранних источниках и у Марка, и в документе Ку рассказываются вместе, вплетенные одна в другую, поэтому и в Евангелии от Луки попали в таком же виде, это исцеление кровоточива и воскрешение дочери Иаира. Обращает на себя внимание центральная в этом рассказе фраза, центральная мысль, которую евангелист Лука, видимо, хочет до нас донести, когда кровоточивая женщина, подкравшись сзади, прикасается к краю одежды Иисуса, как то ли к чему-то магическому, то ли к какой-то святыня, непонятно, что она при этом имеет в виду, но вот она себе говорит, если только до него дотронусь, буду исцелена. Ну, так мы часто думаем к чему-нибудь эдакому прикоснуться, мистика сакральному, и все будет хорошо. Но из-за Иисуса не получается сделать амулет. Это совершенно в контекст христианства не вмещается никаким образом. Поэтому не входя с ним в личный контакт, не глядя ему глаза в глаза, не обращаясь к нему, невозможно, ничего не получится. Поэтому он поворачивается к этой женщине, говорит странные слова, кто прикоснулся ко мне. Ну, может, он и знал, кто прикоснулся ко мне, к нему. Но важно, что он ожидает ответной реакции. Надо, чтобы эта женщина сказала, это была я. И тогда встреча происходит. Тогда возникает какой-то диалог, и дальше возможно новая жизнь для того, кто прикоснулся к нему. Вот не происходит автоматически получение благ от Бога через такое безличное прикосновение к Иисусу. Надо с ним войти в диалог. Вот это фундаментальная тоже мысль. Еще один из аспектов ответа на вопрос, кто же это такой.